Привет! Дима, неужели... Это я. Арина, можно тебе хочу сказать одно слово? Вот я услышал, когда мы не были с тобой в эфире, очень хорошие, комплементарные слова в адрес меня. Это, между прочим, стилист, он создаёт шляпки. Да, ну типа да. Вот, я хочу тебе сказать, я ещё создаю настроение, эмоции в жизни. Вот. Послушай, сделай нам, пожалуйста, сегодня настроение. Именно поэтому мы с тобой сегодня в эфире, потому что я поняла, что утро не задалось. Да. Подожди, подожди. Спроси, что у меня сзади находится. Что у тебя сзади? Я не буду говорить, что у тебя сзади. А что у тебя? Тихо. Конечно же, шляпы. А-а-а! Шляпки! Ну-ка, 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 пожалуйста. Ой, это ты всё сам делал, да? Да, это я делал в Флоренции. Да, наконец-то. А самое главное, хочешь, я тебе, хочешь, я тебе сейчас одну вещь покажу, и это наш будет с тобой секрет. Да, никому только не говори. Нет. Алла Борисовна, когда мы с тобой были на ненажлении у нашей подруги, да, Алла Борисовна, увидев, когда я сделал там подарок, там, ла-ла-ла, она мне говорит, ой, покажите мне, пожалуйста, что вы делаете. Я говорю, хорошо. И я ей стал показывать свой каталог. Она сделала раз, два, потом говорит, ой, да, вот так вот, да, и говорит, ой, вы знаете, месье, мне кажется, это Киркоровщина. Я говорю, Алла Борисовна, вы, конечно, меня извините, но это как-то, да? Потом она делает так, смотри, тык, 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 говорит, а вот это мне нравится шляпка. Она одна и та же. Одна и та же. Она говорит, у меня будет скоро венчание, я тебе сейчас покажу, вам покажу. Ну-ка, ну-ка, покажите нам, пожалуйста, сэр, ту небесную красоту, которую ты... Ой, что это? Это шляпа? А как это так? А как она сидит на человеке? У тебя есть такая фотография? Покажи. Ой, мама дорогая, это для подиума, наверное, да? Это называется, ты знаешь, я ее придумал, когда я был на озере Кома, и у меня на теплоходе родилась мысль. Я взял листочек и написал, буквально такой штрих. И я это назвал гранде, большое гранде любви, отношение к ситуации. И когда это все произошло, и когда мои мастера во Флоренции сделали эту историю, я проаплодировал и сказал спасибо. То есть эти шляпки делают по твоему заказу мастера в Флоренции? У меня фабрика, которая делает во Флоренции, это 18 век. Это когда ты заходишь туда, там запах, эмоции и стиля. Вот не пугай меня сейчас запахом 18 века. Поверьте мне, Майшери, это запах очень вкусный. Да? Потому что я еще, плюс ко всему, еще буду скоро создавать новые ароматы. И у тебя еще ароматы, но ароматы я не могу понюхать вот так вот онлайн дистанции, но ты мне только опишешь. А вот про шляпки, а можно еще раз показать вот ту белую гранде? Другую? Хочешь другую покажу? Ну покажи другую, там уже просят шляпки. Ой, какая красивая. Это соломенная шляпка или фетровая? Нет, это фетр. Это здесь использованы, как это называется по-русски? Это использованы райские птицы. Все, вспомнил. Птицы, райские птицы пели. Подожди минуточку, что такое райская птица? Ты имеешь в виду? Это когда, это когда, когда-нибудь мы с тобой оказываемся в раю, вот там будет такое. Мне нравится ход твоих мыслей. Какая красивая шляпка. Вот еще раз. Дальше, смотри, вот. Боже, какое чудо. Это безумно красиво. Вон там кто-то и пишет, Димка, ты лучший. Мадина Багирова, ты знаешь такую? Да, да, я ее люблю, она моя самая любимая девочка. А, да, вот. Они-то знают твои шляпки, а наши-то слушатели, зрители, нет. Ой, какой чудо. У этой шляпки еще там сзади какой-то обалденный бант. Да, подожди, подожди. А вот это? А это что такое? Это она фиолетовая? Это медуза, да? Это лиловый цвет. Это лаванда. Это лаванда? Какая красота. Послушай, а это для какого-то шикарного платья? Или это вообще носит? А можно я тебе скажу одну вещь? Вот смотри. Я, когда нарисовал этот эскиз, и когда мне это сделали, да, и когда я получил эмоцию в руки, да, я понял одну вещь. Я понял, что это будет называться как игрушка, потому что она многогранна в своем воплощении. Трансформер. Я как ты сейчас? Ой, да, 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 да. Потому что, вот, понимаешь, вот есть, сейчас секундочку, вот есть одно перо, да? Оно огромное. Это из одной птицы? Это одна птица, это райская птица, ты понимаешь? Вот знаешь, положи вот это перо на желтую штору, чтобы можно было понять. Это не штора, это мое кресло. Ой, извините. У меня кресло метр двадцать, а метр сорок, чтобы знали. Да, это все кресло, король. Не, вот так, да. Это такого размера одно перо, это из хвоста, что ли? Да. Бедная птичка. Ну, ты знаешь, конечно, я могу сказать, что она бедная, но зато она попала в хорошие руки. А как это прекрасно ты сейчас придумал. Вот там кто-то сердечки мне присылает. Я думаю, что это мой Степа. Ну, это ладно, вот сейчас. О, какая шляпка! Вот так еще раз опусти, чтобы было понятно. Как называется эта ткань, эта прозрачная? Это соломка, это итальянская соломка. Это соломка? Я вообще-то думала, что это там. Алиночка, когда у тебя будет эфир, где-нибудь, когда-нибудь, я это тебе презентую. Ну, я надену, потом я не смогу это носить, милый мой. Ты знаешь, это... Я помогу. Это не мой стиль. Нет-нет, ты знаешь, мне кажется, мой стиль более демократичный. Это все очень изысканно, то, что ты показываешь. Это каких-то... Нет, я показываю немножко другую историю. Той жизни, которая зовется, наверное, все-таки, ну, как-то какой-то красивой история, связанная у меня с Парижем, с Карденом, с подачей. Но это никак не заставляет нас не задуматься на предмет того, что жизнь, она же тоже бывает другой. Но вот сегодня как никогда нужны шляпки. Вот ты понимаешь? Вот просто надеть дома и ходить из одной комнаты в другую. Вот честно. Ариночка, можно я скажу одну вещь? Это тоже красиво, но не вдруг. Объясню почему. Потому что, когда мне, многие мои клиенты и мои друзья говорили одну вещь. Шляпка – это то, что зовется, ну, закрыть наши истории. Я сказал, нет. Шляпка – это та история, которая вас откроет. И каждой шляпке нужно придумывать себе образ. И всегда это будет только так. Ну, потому что шляпку с джинсами можно носить? Шляпку с джинсами. Можно, конечно, конечно. Вот такой вот. Покажи ее еще раз поближе. Она такая красивая. Вот эта вот? Да. Вот, смотри, пожалуйста. Черная, да, наверное? Вот, ой, красавица. О, это перо чье. Ну, можно сказать, что не наше. Уже неплохо. А то я уже боюсь говорить, что революция птица уже обничала. Да. Да, ну, красиво. А вот фиолетовый – это что такое? Это цветок фиолетовый? Это цветок сделан из шелка. Из шелка? Это самое дело? Да, я это делал, да. Да. Я хочу сказать одну вещь. Да. В жизни заключается только одна фантастика жизни нашей с вами. Это когда мы с вами просто-напросто любим эту жизнь. Все остальное можем надеть... Слушай, у меня тоже есть коллекция очков. Я тоже как-нибудь наделась. Да. Так. Вот. Я тебе хочу сказать о том, что... Ничего, что на ты от них шел, да? Да, как иначе, конечно. Да. Я тебе хочу сказать следующую вещь о том, что женщина изначально, когда рождается, она изначально, вот как только появилась на этот свет, она уже облачена в шляпке. Потому что, конечно, конечно, вспомни, вспомни, вспомни всегда, деток надевают на них шляпки. Точно. Да, согласен. Вот. Я тебе про это говорю. Да. И когда именно это происходит, то когда лезет, она всегда лезет, а месье, он всегда ходит в котелке, когда ему это необходимо. Вуаля. Да, да, да. Димочка, а покажи мне еще раз вот ту белую шляпку, которая... Белая? ...с птичкой, да, с фетром. Сейчас, подожди. Подожди. Вот эту. Вот эту, да? Ой, вообще прелесть. Да. Она такая... А скажи, она легкая? Она весит 20 грамм. Да? Да. Потому что леди, когда ее надевают, она просто, ну, считает, что она в игрушке. Вот и все. О, как. А вот какие ты шляпки дарил Али Борисовне нашей? Али Борисовне? Можно я покажу? Да. Прототип. Прототип. Того, что я ей подарю. Да. Али Борисовне я дарил через Алиночку ее дарил несколько шляпок. Первая шляпка была вот эта. Вот, смотри. Это какой-то торт. Это какой-то что-то вообще невероятное. А голову куда одевать? Это тоже из серии «А ну-ка, подумай, куда надеть». Да. А, пожалуйста, надень на манекен эту шляпку. Так вот же на манекене надеты. А, все, я теперь... Слушай, это... О, Боже, как это красиво! А скажи, она держится на резиночке, да? Да, резиночка маленькая, чтобы никто не знал. И вторая шляпка. Сейчас я хочу показать, хочу найти. Что-то найти не могу, но сейчас буду... Найдешь! Найдешь, найдешь! Она сейчас появится, потому что надо только сказать. Раз, два, три, шляпка появись! Шляпка появись, да! Смотри, шляпка появись! Ну, вот, все появилось! Вот! О, Боже, она блестящая, сценическая, да? Да! Это то, что ты видела как раз-таки, когда Алла Борисовна это надела на одинражение у Валины Рёвы. Вот. Только я ей дарил такую платиновую, а это золотая, и с фиолетовым таким наброском. Как-то так. Это невероятно! Послушайте, ну это вообще просто фантастика! Это вот... Скажи, пожалуйста, ты сейчас занят... Ты занят сейчас с чем? Ты создаешь шляпки? У тебя, в общем, какое сейчас настроение? Давай начнем с самого начала. Честно сказать? Ужасное. Надел перчатки, все. Да. У тебя нет настроения. Я знаю, потому что я-то к тебе пришла тоже за настроением, понимаешь, и за шляпками. А вот давай еще покажем то, чего ты не показывал. Какие шляпки ты еще можешь продемонстрировать, Димочка. Моя сладкая, ты знаешь, я что хочу сказать тебе и твоим подписчикам, и своим подписчикам. Дело все в том, что то, что мы творим, мы создаем. Мы создаем немножко из своей фантазии, из своего какого-то там момента, нюанса. Но я тебе хочу сказать, шляпа, это другая вещь. А что? Это вообще все другое. Потому что вот, вот можно я тебе покажу вот этот пепел роз, который Алла Борисовна хотела для венчания взять. Ой, пепел. Боже, какая красота. Пепел роз. Это невероятно. А основа, это тоже соломка, да? Это соломка. Это все соломка, да. Ага. Да, это все соломка. И я тебе хочу сказать о том, что когда, знаешь, вот ты знаешь, почему меня любит Карден? Которому в этом году будет 98 лет. Пьер Карден это твой старинный друг. Я знаю это очень хорошо. Он тебя обожает. Да. Это правда. И он мне сказал такую вещь. У вас, миссия Димитри, есть одна маленькая долика правды, которой нет ни у кого. Я говорю, о, как это приятно. А какая? Он говорит, у вас есть мужчина, это мужчина, а женщина это женщина. Все. И все. А скажи мне, ты мне какую-то интересную историю рассказывал. Пьер Карден вспоминал Шанель. Да. Да. Мы когда, общаясь последний раз с миссией Карденом, он мне говорил такую вещь. Хотя для меня это был шок. Ну еще. Он мне говорит, миссия Димитри, вы знаете, когда я был в оккупированном Париже, я с мадмуазель Шанель слушал. В оккупированном, плохо слышно, в оккупированном. В оккупированном Париже. Да. Я слушал с мадмуазель Шанель Гитлера. Кошмар. Я взвозь его выступление. В оккупированном. В оккупированном. Сидел рядом с Шанель. И они слушали этого. Гитлера. Да. Я даже не могу произносить его имя вслух, вот честное слово. Да, у меня особое отношение. Да. И я, когда он мне это сказал, я взял себя, начинал вот так вот, ну, трогать. Потому что я подумал, это документальный фильм? Да, конечно. Или это неправда? Угу. То есть они слушали? А это казалось... А это казалось... Можно я тебе еще раз я скажу одну историю из книги? Да, конечно. Вот, Алин, послушай меня внимательно. Я был первый русский кутерьер за всю историю отеля на Пляс Ван Дом, который там открылся. И когда я лег на кровать Коко Шанель, я лег на эту кровать. У нас были съемки там. Маша Кантел... А ты была Коко Шанель в этот момент? Я пошутила. И в 71-м году она, когда легла на эту кровать, она сказала, вот так люди и уходят. И я лег на эту кровать и сказал, в 71-м году я родился. Вот так люди и приходят. О, да. То есть все началось с того самого момента, надо же. Да. Вот тебе, пожалуйста, вот какие у тебя связи? Шанель, Пьер Карден, Принц Альберт. Альберт меня очень полюбил, потому что он сказал о том, что таких тонких людей он видит только иногда. Ну, Дима, потому что если сам себя не похвалишь, как известно, то, что делают другие, я даже сказать тебе не могу. Димочка, а покажи мне, пожалуйста, шляпку, которая на тебе. На мне вот. Ты тоже сам? Да. Это ты сам делал ее тоже? Вот смотри. Вот здесь ты увидишь, нет? Да. Дмитрий Демин. Да. Да. Чувак какое. А какие шляпки ты нам еще не показал, Димочка? Я хочу сказать вам, вы знаете, дело все в том, ой, сейчас сяду, а то не видно. Да, я хочу сказать, что я открыт. Открыт? Открыт всегда. Да. Ты двери-то не открывай всем. Слушай, открыт, да? Нет, только когда лампу приносят. Да, да, да. Да. Вот. И я хочу сказать о том, что шляпки, ну, это тоже одна из аксессуальных историй, да? Да. Мы понимаем, почему мы носим перчатки, мы понимаем о том, что у нас это тоже неплохо все. Что касается головных уборов, ну, это тоже, как сказать. О! О! Сейчас надену новое. Давай. Конотье. Если счастливы, будем тебя платить. Ой, какая шляпа классная. Вот, конотье. 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 Длинный шелк, да? Нет, это тут шелк и здесь база с… ну да, наверное, какой-то там шелк, ну да. Но что-то так… Это тоже на фабрике тебе делали? Для меня делают все. То есть ты рисуешь эскиз? Да. Я пишу эскиз. Я пишу историю. Ят expres когда это решались так в области. Слушай, мы с тобой сейчас вспоминаем исключительно хорошее время. А то, что происходит сейчас, слушай, не только шляпки, даже вообще не обсуждается просто. Хотя я, честно говоря, уверена, что на будущее все равно надо делать какие-то, знаешь, красивые вещи, придумывать какие-то дизайнерские штучки, которые тебе заранее... А, Иначе, а можно я тебе скажу слова? Да. Вот только тебе. Да. Ну, пусть нас подсумят, послушивает кто-нибудь. Есть замечательная история, когда ты видишь красивую замечательную девушку, да, и ей нужно признаться это бы, как ты. И очень хочется не торопиться жить, а просто-напросто напомнить этой девушке, что она красива. А для этого? А для этого мессия, как я, сделает все, чтобы у девушки было и шляпа, перчатки, перчатки и все остальное. Вот у тебя интересные перчатки. Ты их тоже сам себе шил, да? Да, да, да. Вот, смотрите. А где такие перчатки можно теперь купить? Ой, все можно, все можно. И купить... В конце концов, в конце концов, можно взять свои и разрезать. Знаешь, вот я возьму свои перчатки и вот здесь я все вырежу. Аин, а ты знаешь, что я к тебе супер отношусь так? Спасибо, мой хороший. И я... Вот это одно из самых главных наших с тобой заповедей. Да, это... Потому что мужчины, которые у тебя есть в подписчиках, должны сейчас не только лайкать, а просто прислать тебе букеты огромных цветов. О, конечно. Ты мне давай еще раз шляпку покажи, она меня успокаивает. Какая? Такую. фиолетовая и с черным. А, фиолетовая и с черным? А, вот это? Да, вот эта красавица. Ой, вот это, это вообще просто... И такое, такое изящество, такие красивые у нее линии. Так. Это такой декаданс. Декаданс. Можно вот так опустить и получается... Да, да. Это декаданс. Очень красиво. Так, следующую шляпку, которая тоже меня покорила, собственно, как у Албарисны, черненькая такая. Есть такая, да. Да, вот эта вот, которая вот, фонтанирует вся. Да. Где она, я забыл. А, вот, вот она. Вот. Да, да, вот чудо просто. Она вся в фонтанах каких-то. Ну, вот она. Ах, вот как она выглядит, если она без манекена. Ой, я сама даже удивилась. Знаешь, какая-то маленькая медуза. Чудо просто. И ты знаешь, когда Алиночка у меня взяла для Аллы Борисовны эту историю, она мне сказала, Диночка, а можно ли моей подруги? Я говорю, для твоей подруги можно, не вопрос. Хорошо. Я говорю, еще вот эту зелё, золотую такую шляпку. А, золотая. Да. Ну, та золотая такая с фиолетовой. Да, 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 есть, есть такая шляпка. Золотая фиолетовая. А, вот она, все, нашел. Да. Вот. Вот она. Ой, какое чудо. Да, это красиво, конечно. Ты знаешь, можно я тебе скажу одну вещь? Это пусть печальная будет вещь, но я скажу в эфире. Я когда хоронил свою маму, да, вот, ну, года два назад, я её одел в шляпу, пальто красивое, аккуратно всё это всё зафиксировал, белоснежное было на ней пальто и чёрная шляпка. Вот сейчас, когда я, ну, это моя такая печальная история, но я просто говорю как по-другому. Да, да. А мне спросили, почему, зачем? Я ответил, чтобы ей холодно не было и голова была всегда прикрыта. Ну, это страшно, то, что ты сейчас рассказываешь. Это очень страшно, но это очень красиво. Я написал на неё памятники, я написал на её памятники, извините, пожалуйста, мои подписчики, если что-то не так, а синие листья летят, шумятся, шумятся в саду. Да, я знаю, что это для тебя колоссальная потеря, да, собственно, как и для любого, потерять родителя. Ты знаешь, всё-таки я хочу нашу с тобой встречу завершить на позитивном. Скажи, скажи мне, моя сладкая. На позитивном уровне, и вот ты мне покажи сейчас вот ту вот фетровую такую, мою любимую, с райским пером. Так, подожди, я тебе сейчас покажу другую, которую ты не видел. так ты ещё не всё показал. смотри. Ой, какой, какая она красивая. она тоже на такой ниточке, да, на резиночке такой, да? Не, ну, это не резиночка, а тут, как Алла Борисовна говорила, когда надевала, помнишь, ту шляпку, когда мы вместе были, она говорит, я буду как узбечка, одену её обратно. Вот здесь, здесь есть такая штучечка, она цепляется, и вот делает вот такой эффект. Вуаль тут мне подсказывают слова такие, да? Слова Вуаль, я уже думала, Малли, может, это соломинка, я уже не понимаю, что это такое. Вуаль, 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 и тоже эти пили. А, поняла. Дима, спасибо тебе большое. Тебе спасибо большое, родная моя. Ты так смело. Дмитрий Дёмин, это, друзья мои, кутюрье московский, который начинал работать парикмахером, а потом потихонечку превратился, вот такого стилиста, придумщика, мастера, красоты всякой, да, красиво-то красиво, но куда в этих вещах пойдёшь? Послушайте, надеваешь шляпу в квартире и ходишь в ней туда-сюда, понимаете, создаёшь себе настроение, вот честное слово. Собственно, поэтому я позвала сегодня Диму, чтобы поднять нам всем настроение, потому что, если вы считаете, что в красоте можно ходить только куда-то, это ошибка. Вот надел шляпу, сидишь и смотришь программу «Время». Спасибо, родная. в порядке плохо. Спасибо, мой хороший, до встречи. Люблю тебя, люблю, люблю, люблю. Шляпка за мной. Да, да, пока, мы хорошие, спасибо тебе. Пока, люблю тебя, сладкая. Пока, пока. Спасибо, люблю. Спасибо.